здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа тема дня студия ведущий александр гурарье и на связи с нашей студии борис герман основатель и совладелец предприятия шмайсер украина борис добрый вечер добрый вечер борис у нас сегодня третья встреча с вами мы вот начинали с разговора каким а семейные тайны украина украинского военно-промышленного комплекса то есть вот как разворовывали украинскую промышленность военную потом поговорили о том чем сейчас воюет украинская украинская армия ну и как бы логическим продолжением я бы хотел спросить вас а чего не хватает чего не хватает украинской армии и что украина ждет от так сказать партнеров по нато так сказать не являясь конечно членом нато что ждет каких поставок и чего поставляют и чего не поставляет украинской армии смотрите все же очень быстро меняется вот сейчас например уже американцы на следующей неделе должен президент подписать линг-лис и там палата представителей тоже подтвердить этот линг-лис для украины это второй случай в их не истории первый случай был сорок сорок третьем или сорок первом году уже не помню вот и советского союза вы имеете советского союза да для сталина и как бы запустить всю американскую военную промышленность для производства новых вооружений но я так думаю что для них это очень даже хорошо потому что все таки они себе создают в долгую кредитную историю которая будет потом украина платить очень долго за это но на сегодняшний момент это позволит украине сохраниться как государство это выгодно на сайте борис я прошу прощения перебиваю но если это будет ленд-лис на тех же условиях что был ну на аналогичных условиях я понимаю что ситуация меняется то там была оговорка что то вооружение которое будет испорчено в бою она не принадлежит оплате да не только но и боезапас то есть все мало того ведь американцы тогда приняли обратно все там автомобили грузовики всю эту технику даже разбитую но ее надо было просто представить все что было отправлено обратно все было с этого списана с этого счета об этом кстати очень мало говорят и как бы все время говорят что вот они на этом наживались они конечно наживались но как бы с человеческим лицом не опять таки тут все прозрачно не тут как бы нету ничего такого что можно было бы в чем-то подозрить вот все будет поставляться сюда и в это как бы на насытит армию натовским вооружением естественно это улучшит логистику поставки натовского боеприпаса на сегодняшний момент у тебя как-то сидел считал вчера что у нас уже есть уже пришло 100 гаубиц и 100 самоходных артиллерийских установок 155 калибра и уже больше их часть воюют да то есть они как бы с карли с места в карьер то же самое происходит с американскими вот этими одноразовыми дронами то же самое происходит с дронами разведчиками это все потихонечку начинает поступать войска ну как потихонечку ну едет вот приехала там с польши например и поехала туда сразу на фронт вот люди обучаются этому всему не такая большая уже разница наши люди достаточно технически образованные и не такая уже большая разница как говорится между вождением трактора и вождением танка ну это как спорный вопрос конечно нет между стрельбой разница там с трактора не стрельнешь значит и поэтому там там идет эти все процессы идут идут поставки сейчас говорят уже там по моему 10 самолетов передали запчасти к ним уже многие страны сейчас словения должна передать несколько самолетов но еще там все это самолетовика и проблема есть проблема в том что самолет же сам по себе не летает его же надо обслуживать вот и эти все все эти при при это такие огромные прямоугольные тумбы которых обслуживаются ракеты этих самолетов потом сами самолет и жада ремонтировать они должны иметь боевую готовность и же подписывают на вылет документы это все достаточно ну как бы долгий процесс но но мы сейчас не можем освоить f16 например или f18 мы можем работать только на советском оборудовании потому что у нас просто нет диагностического и ремонтного потенциала на американскую или на натовскую технику воздушную но его именно ввс значит поэтому сами самолеты они уже не будут играть такой большой роли в защите неба как будут играть пво которые тоже передается всякие вот сейчас будут более мощные системы по ионам передаваться более мощные ракетные системы это все займет еще словаке с 300 передавая если не ошибаюсь одну да ну а у них всего одна была единственная все страна чем богаты тем и богатый но ничего страшного с 300 тоже не самая последняя не лучшая система сейчас американцы будут передавать свои системы с боекомплектами поэтому как отметил наш незабвенный комментатор с украинской стороны арестович где-то в течение трех недель украинская армия будет насыщена первыми поставками этого всего вооружения и это позволит ей не просто остановить противника и начать потихонечку его давить вот потому что все таки артиллерия это бог войны и чем больше у нас будет артиллерии тем как говорится быстрее мы выбьем этих всех людей с нашей территории если так можно назвать я сняли с языка следующий вопрос который заключался в том а вот может ли вот это поставки вот этого современного оружия как-то переломить ход войны что все-таки силы не равны по-прежнему да тут вопрос не села воевать как сказал товарищ кутузов не числом а умением поэтому на сегодняшний момент сказал но неважно легендарная фраза я думаю что не тот ни другой и не говорил как за это вот но вот кутузов порадуется но просто надо уметь воевать не числом а умением вот сейчас украинская армия показывает что она умеет русская показывает что есть большое число ну и хорошо что у них большое число ну дальше шо чего это они добились они-то в принципе безграмотные ну то есть воевать аборигенами они могут типа сирийцев там или каких-то из центральной африканской республики на воевать с той армии которая их создала они просто не способны ну потому что ну не может да их много ну и что дальше их уничтожают пачками он вчера колонну уничтожили две тысячи солдат но барину надо отметить что в период военных действий информация с обеих сторон она не проверенная поэтому как бы утверждать там две тысячи там были или 20 на самом деле это сложно то есть как говорится врут все и россияне врут и украинцы врут ну и что но все равно мы на сегодняшний день имеем факт мы же имеем факты за 72 часа или 96 часов киев не взяли украину не взяли взяли небольшие кусочки которые просто нету войск туда послать чтобы это все отбить реально нету войск страна то большая есть вот одна вот эта линия у сс которая вот вот луганская и донецкая область да там идет серьезный бой и будет идти это серьезный бой еще недели три минимум потому что да у российская армия сильная и и много но они хотят воевать сами солдаты и младший офицерский состав они саботируют это насколько мы знаем по их переговорам никто не хочет умирать потому что какому-то человеку в крыму захотелось свои прихоти как бы папа порадовать свою эго ну это такое эти люди прекрасно поняли что это война это война серьезная это не борьба с чеченскими повстанцами это серьезная война двух армий поэтому него никто не хочет умирать это реально знаете мы сегодня беседовали с российским политологом аббасом голямовым и он в общем то сказал такую фразу по его как бы источником у него есть много таскать и друзей хороших так сказать знакомых и и в москве и в кремле он говорит что в принципе этой войны из окружения путина не хотел никто просто она не выгодно просто тупо не выгодно было никому не генералом не банкиром не политиком то есть всем было хорошо да я не знаю насколько хорошо было так сказать народу но им то точно было хорошо и вот им это совершенно было ни к чему поэтому они как бы в некоторые сейчас подумают как бы это все быстренько закруглить но закруглить не получается ну это нереально потому что я культ путина он как и культ сталина культ сталина кто нас развенчал хрущев после его смерти таким будет с путиным его развещают культ путина бутро потом будут значит кричать живот все бы он был преступник вот а мы нехорошие ну как 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 и при грушеве в россии ничего не меняется так как как и в украине кстати потому что такая же история была при грушевском вот но все нормально народ сплоченный народ воюет с агрессором народ победит будут у нас больше вооружений будет у нас меньше вооружений даже если это будет партизанская война даже если она будет идти как прошлый раз до пятьдесят шестого года все равно этих гадов выгонят деваться им некуда борис а вот что касается что касается лично личного состава то есть всеобщая мобилизация проведена в украине или да или только частичная то есть откуда отчерпаются людские ресурсы только добровольцы понимаете тут как бы стало смотрите экономика упала на 35 процентов до это официально это официально люди мужчин не выпускают только женщины и дети то есть на заработки на на польшу они поехать или в европу не могут а их не выпускают в армии начали хорошо платить вот начали в 10 раз больше платить чем раньше то есть армия стала просто выгодно службу естественно все хотят попасть на службу и зарабатывать деньги когда человек служит уже не думает о том что его могут убить уже думают что он выживет то есть все же надеются на лучшее а тут еще и деньжат можно заработать еще есть там же на первой линии там есть дополнительные оплаты за подбитый танк за подбитый самолет вертолет это же все как бы считается им дают премии это такая коммерческая как бы ситуация то есть вы хотите сказать что при постепенно эта война собственно наверное как любая война она трансформируется в определенный бизнес нет это не будет бизнес украинской стороны потому что с украинской стороны нету прихода денег им же деньги все дает европа сейчас же украина зарабатывает крайне мало во вторых как говорил говорят в оон и как говорят все остальные обозреватели надо же сеять зерно сейчас где-то 80 процентов 70 процентов от скажем посевного объема сеется для того чтобы давать экспорт зерна в европу и в африку и в азию тоже и в израиль тоже израиль импортировал зерно из украины что где-то 31 миллион человек кушает это зерно если этого зерна не будет хватать так эти люди будут голодать вот кушать друг друга ну я не знаю но это уже не знаю что сказать то но в общем он в этом сильно как бы заинтересована чтобы мы сеяли кстати и россия тоже экспортировала много зерна и тоже кормила достаточно большое количество людей я вам открою страшную тайну в израиле этим обеспокоены тоже очень сильно и не потому что боятся что будут перебои с поставка зерна в израиль потому что у нас этот процент был не столь велик как бы уже вроде как нашли альтернативу опасаются что действительно начнется голод в египте в нашем ближайшем нашего ближайшего соседа потому что все понимают что наиболее бедные страны у них потребления хлеба булочных так сказать изделий то есть ту же самую лепешку она гораздо выше чем так сказать в среднем по европейским там и в америке да то есть поэтому у них эта лепешка это одна основной вид еды если этот 80 миллионный египет будет начнет голодать по серьезному то мало не покажется никому том числе и нам в первую очередь наверное но у вас еще есть другие страны тоже с немаленьким количеством населения с достаточным количеством войн вот которые просто просто с разбег готовы ехали бежать и чуть кого-то грабить даже их заставлять не надо вот но я не думаю что будет такая ситуация я думаю что в принципе пассивная пройдет уборочная пройдет по засеято зимы и все будет там нормально с этим вопросом из эта война ну может быть максимум еще месяца на два-три максимум я думаю а вот почему почему вот у вас такой оптимизм месяца на два на три дело в том что все отмечают что риторика зеленского становится все более и более так сказать не сгибаемый то есть если раньше он готов был так сказать в любую минуту вот давайте хоть сейчас путиным я буду встречаться и так далее сейчас он начинает выдвигать условия то есть если там на заводе этот азовсталь там люди погибнут их не выпустят у я не эту переговоров не будет если там и это то тоже переговоров не будет у снижает серии условий выставляться почему ну смотрите русские выставляли серии условий потом их меняли наши выставляли серии условий потом их меняли зависимости от ситуации если украинская армия будет давить российскую армию естественно требования украинской стороны будет более жесткие более ну скажем без альтернативные ну то есть это естественно как и русские когда они думали что они сейчас уже на коне так мы сейчас всех вас нагнем и вы будете плясать под нашу дудку ну так это же взаимо острое оружие как кинжал то есть если сейчас украинская армия начнет нагибать российскую армию значит естественно украинское руководство будет более без компромиссным это ну это нормально так вот борис в связи с этим встает вопрос который я сегодня задаю всем комментаторам с которыми я беседую не только сегодня как вам видится завершение вот этого конфликта понимаете если даже выгонят эту русскую армию с территории украины да ну что значит выгонить донбасса то она не уйдет вот тут большой вопрос все зависит от количества вооружения которые нам поставят западные страны если достаем количество вооружения будет достаточно так они из крыма уйдут тоже вот потому что у них воевать будет просто нечем то есть и сил не будет пока они проведут мобилизацию пока не снимут денег технику сохранения так там как целый рак свистнет или понятно да то есть это еще большой вопрос вот самый такой актуальный вопрос в этом плане будет а захочет ли украинское войско останавливаться на границе вот чем вопрос почему потому что если русским оставить все таки как бы немножко жизни как бы армии российской они начнут стрелять своими ракетами дальше ракет у них много вот и придется значит уже воевать на территории россии с этими военными базами с этими ракетными базами и со всякими и естественно это все начнется пересекти перейти 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 на территорию россии если дадут команду остановиться они конечно остановятся вот потому что эта армия она управляемая там нету каких-то банк бандеровцев каких-то там великих каких-то или правый сектор неуправляемый это все было в четырнадцатом году когда государство вообще не беспокоилось о своем существе любые любыми какие-то боестолкновения которые происходили последнее время на территории украины то есть российская пропаганда сразу заявляла что это батальон азов то есть вот если послушать где одновременно в скольких точках украины находился батальон азов то это наверно уже не батальон а какая-нибудь там стотысячная армия нет но к сожалению это батальон азов это был батальон созданный при грядке порошенко в свое время как его личная армия и свое время американцы даже на конгрессе вывезли дали такое скажем приняли решение чтобы закрыли этот батальон как фашистский вот но вот это знаете как говорил товарищ ленин болезнь ливизны детская болезнь ливизны в коммунизме учили учили вот это было вот эти вот все разговоры о фашистах все это было такая вот болезнь перестроечного процесса сейчас она уже прошла уже нету никаких фашистов нету каких никаких неуправляемых подразделений вот все это как бы люди которые воюют в украинской армии это взрослые люди которые прекрасно все понимают очень образованные пошли туда практически все слои населения то есть не пришло такое что как вот в россии присылают нам бурятов каких-то как и которые блин извините унитаза не видели вот здесь это все армия очень образованная надо отметить поэтому здесь все будет по-человечески но остановятся ли они на границе это зависит от команды вы только что до этого сказали что по вашему мнению за пару месяцев это все свернется а теперь вы говорите остановятся ли они на границе а вот тут стоит вопрос что это же не от нас с вами зависит или нет количество оружия это же зависит от командования то есть если например россия вдруг остановит эту войну поднимет лапки и тихенько отползет так война и закончится это все зависит от кремля если кремль же так не поступит кремлю нужна какая-то победа ему нужно что-то предъявить своим гражданам прежде всего своим я не пророк я не вижу будущее такое близкое я могу только дальней сказать но близкое нет вот что будет завтра с путиным что с ним будет послезавтра мы не знаем вот если с ним будет что-то такое что его заставит остановиться ну так он остановится куда он денется или кто-то его заставит остановиться во всяком случае он на сегодняшний момент такое впечатление что у него началась деменция вот у меня вот когда смотришь это похоже что у него уже мозг начинает потихоньку сдаваться значит это это не наша сфера как мы говорим о вооружении а переходим уже в медицину это неправильно наша сфера как бы если будет команда идти дальше они пойдут дальше наши если у русских будет команда воевать они будут воевать все зависит от команды они люди подчиненные борис я бы я сформулирую вопрос по-другому на ваш взгляд хорошо оставим в покое путина мы не знаем его планы и так далее но что вы думаете по поводу того на что на какие уступки или на какие компромиссы может пойти президент зеленский чтобы он в отличие от путина не является как бы полноправным хозяином страны и делает то что хочет у него есть правительство у него есть рада которая у него там выборы не за горами да в конце концов ему импичмент могут объявить поэтому он должен как бы соотносить свои действия с общественным мнением или по крайней мере с мнением рада и правительства я хочу сказать что импичменты не объявят уже никогда просто никогда и сидеть он на своем посту будет еще два срока минимум так вы же говорили что будущее не предсказываете нет ну просто исходя из того нас какой авторитет он по новый имеет международных кругах убирать такого человека с руководства страны это под это поднижать авторитет страны ну то есть смысла никакого нет то есть он сейчас на этой волне может для украины кредиты помощи все что угодно раздобыть я думаю что там будет все намного круче потому что англия например сказала что она возьмется за восстановление киева и киевской области какая-то еще страна будет выставить николаев а греция заявила что будет участвовать понимаете такого раньше никогда не было ну то есть вообще в принципе даже в голову никому такое неплохо приходило значит поэтому тут впереди грядущие 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 большие перемены вас этой истории я думаю что и в россии тоже грядущие перемены потому что очень скоро ну еще лет десять будет война с китаем вот это будет весело на вот значит поэтому да я не вагин аналитики не пророк не предсказатели не работаю в предыдущей передачи я высказываю свое мнение как я его понимаю вы высказываете свое мнение как человека который во первых имеет отношение и давно имеет отношение к вооружению во вторых давно имеет отношение имеет так сказать опыт общения с властными структурами в украине прежде всего в том числе и с министерством обороны и прочее поэтому как бы вы представляете о том что там происходит да я представляю что происходит я думаю что нету сейчас разницы и никаких нету антиподов между президентом народом и армии вообще никаких сейчас идет общая война как сказал когда-то товарищ ванецкий чтобы у нас все объединились нужна большая беда вот пришла большая беда все объединились едином порыве и пока это все не закончится это объединение тоже не закончится потом будет восстановление тоже там тоже люди не будут особо ругаться потому что большие деньги будут ливаться все будут зарабатывать борис мой извините но ведь в первую очередь как бы по моему золотой дождь должен пролиться именно на армию и на военную промышленность сложно мне вам сказать почему потому что когда нам дали деньги на к вид золотой душ прорыв 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 на 4 турецкие компании которые строили эти асфальтовые дороги вот но нифига не пролился на не на врачей не на больных ну то есть вообще не пролился то есть половину просто потратили на дороги а потом кто-то летал куда-то какую-то восточную страну с самолетом денег ну то есть я не сильно уверен я думаю что все будет намного проще но президент заговорил президент сказал что мы теперь будем мы будем вести себя как израиль мы будем самой сильной страной мы будем развивать свою армию мы будем вооружаться я что коза только одна тебе доводь тебе огромное расстояние талон на галоши это еще не галоши это только талон на него то что он сейчас сказал это как в том анекдоте ты же обещал на мне жениться мало ли что я тебе на тебе обещал ну то есть это же такое дело сейчас нужно единство нации все думают о том как победить врага что будет потом это горячие головы могут говорить о том что будет все так же как и раньше так как и раньше нам не надо раньше было плохо вот раньше из украины утекло 2 миллиона человек работать на польшу и на европу для того чтобы не очень было кушать этим вот раньше донецкий луганск ушел с украины потому что порошенко запретил им торговать россии и не дал с кем торговать а им больше не было с кем торговать вот и все и поэтому не сказали зачем нам нужно этот порошенко этот киев если мы не можем ничем кормить своих детей и они ушли с украины и сказали идите в жопу мы всю жизнь работали с россией тут вы пришли нам командуете ну то есть да янукович хотел здесь и вторую украину но у него это не получилось потому что у него образования не хватает ну профессором всего лишь вот к сожалению поэтому все же эти все исторические процессы или то чтобы вот в новейшей истории видим это все объяснимо с человеческой точки зрения там же да есть какие-то подводные камни то им надо было гонять свой контрабас ну да то сейчас они измельчука выбивают все эти показания по этому контрабасу которые не гоняли через ну они же же никто же не сказали это же как в том анекдоте ридер бюджет вы знаете что делает этот секретный завод говорит раньше делал танки да а сейчас презервативы но из того же материала ну вот все же прекрасно знают что происходило сник это же не тайна это секретно но не тайна ну поэтому все знают поэтому что творится в украине русские знают прекрасно мы знаем что у них творится прекрасно потому что вы же поймите до войны степень родства управленческого скажем прослойки управленцев средне и высшего звена между россией и украины было 70 процентов понимаете это родственники ну пусть там кумов я там может там где какие-то девери неважно но это родственники они прекрасно между собой гладили а весь этот цирк который не устраивали они устраивали для людей а сами потихонечку ездили себе на мальдивы во время войны ну то есть надо же понимать что все мышление этих людей кардинально отличается от мышления там дворнички или водителя троллейбуса они совсем по-другому видят мир а путин видит вообще по-своему нашел самый богатый человек на земле что ему осталось жить это как говорится смерть отпустила на два понедельника конечно он хочет наследить в истории какая ему разница как он считает что он следит правильно наши считают что они тоже следят правильно ну так вот и война наша разговаривать надо между собой самая большая проблема человека что он сам перед собой строит врага не общаясь с тем человеком которым он считает другом а может тот вообще ним не думает вот то есть чаще всего уже тоже сталинское воспитание когда надо создать себе врага и доблестно его побездить все вот это желанное в жизни и у этого поколения но что путин поколение более старшего да ему 70 лет это поколение воспитанное советском союзе который постоянно перед своим лицом имел врага америку ну все вот тебе дальше врага враг америка уйдет это поколение уйдет это мышление сейчас идет просто смена поколение власти уже это поколение которое сейчас которое придет приходит сейчас классе это поколение которое выросло при путине которая получила весь этот заряд пропаганды которая идет годами так что шило на мыло вопрос очень и очень странный борис я предлагаю нам на этом сегодня закруглиться я все-таки хотел бы оптимистическую ноту внести вот мне понравилось что вы сказали в течение там двух пары месяцев все это закончится вот хотелось бы чтобы вы оказались провидцем вы так поскромничали что вы не не предсказываете будущее но очень бы хотелось чтобы это было не позже чем через два месяца гораздо лучше чтобы это было там через несколько недель спасибо спасибо большое я напоминаю что мы беседовали с бизнесменом борисом германом основателем и совладельцем завода шмайсер украина а наша программа продолжается оставайтесь с нами